В Германии передвигаться на электросамокатах разрешено с 14 лет. Водители считаются участниками движения и должны следовать правилам. К примеру, поворачивать предварительно, не подав сигнал рукой, запрещено, иначе грозит штраф до 25 евро. Такое же наказание за езду по тротуарам. Но аварии с участием самокатчиков там происходят не меньше, чем в Казахстане. Шулпан Эмманбаева расскажет. Электросамокаты становятся популярными в Германии. Только в Берлине их насчитывается более 50 тысяч. Арендовать экологичный транспорт можно практически на каждом перекрестке. Достаточно скачать приложение, ввести банковские данные, и он с ветерком довезет до любой точки. И, кстати, водительские права, как и шлем, не обязательны. В Германии у каждого скутера, как личного, так и арендованного, есть номерной знак. Помимо этого, он должен быть сертифицирован и застрахован. А управлять им разрешено с 14 лет. Большинство самокатов на дорогах берутся на прокат. Пользуются двухколесным транспортом как жители, так и туристы. Я часто пользуюсь электросамокатом, особенно если нужно преодолеть короткую дистанцию. Цена невысокая, в городе много велодорожек. В принципе, я подумываю над тем, чтобы купить личный двухколесный транспорт, а не брать в аренду. Четыре раза в неделю я беру электросамокаты в прокат. Очень доволен. Из минусов могу отметить только техническое состояние. Из-за того, что их часто арендуют и бросают где попало, они не в лучшем состоянии. Поэтому перед поездкой я всегда проверяю тормоза. Главное преимущество – это быстрота. Если на дорогах пробки, их можно легко объехать. Водителям скутеров разрешено ездить по велодорожкам. И только там, где их нет, можно выезжать на дорогу. А вот по тротуарам и пешеходным зонам передвигаться нельзя. Максимальная скорость – до 20 км в час. Брать пассажира и ехать вдвоем запрещено. Но это предписание часто игнорируется, как и в целом правила дорожного движения. Для нас, таксистов, это большая проблема. Очень часто на электросамокатах ездят дети и подростки. Они нарушают правила дорожного движения, провоцируя аварии. Я считаю, со стороны полиции нужен более жесткий контроль за водителями электросамокатов. Думаю, запретить их, как в Париже, было бы хорошей инициативой. Нарушителей закон не щадит. За езду по тротуарам могут наказать до 30 евро. Если водитель самоката проехал на красный свет, ему могут выписать штраф до 200 евро. Если же это по его вине привело к ДТП, могут на время лишить прав. Но самое суровое наказание предусмотрено за езду в нетрезвом состоянии. Штраф 500 евро. И на месяц лишение прав грозит, если уровень алкоголя в крови до 1,09 промилле. С 1,1 промилле у водителя самоката могут навсегда отобрать права и даже отправить в тюрьму. В Германии 80% несчастных случаев или происшествий происходят из-за самокатчиков. В прошлом году по их вине пострадали более 8 тысяч человек. 1200 из них получили серьезные травмы. 11 погибли. Запрещать электроскутеры власти не намерены. Но на ужесточении правил уже давно настаивают профсоюзи полицейских. Шулпан Айманбаева, Милослав Лавреновский, Германия, Хабар, 24.